У меня все мужики были абьюзеры. Нужно как-то пару выпускать. Лупить, бить, это нормально. Убьют, тогда придете. Мы всегда найдем себе оправдание. Всегда. Все. Нет, нет, я сама виновата, я его ударила первым. Какой грустный взгляд. Куда смотрим? Что там видно? Так он уж самоутверждается за счет вас. Девушке посылаем розу, посылаем соловья. На девушку инспекта не производят. Девушке неинтересно. Психологическое насилие существует, и абьюз существует. Абьюз? Что абьюз? Кого абьюз? Зачем абьюз? Почему абьюз? Что ты делала с Шашавиной? Как ты там оказалась? Когда тебя захлестнет, уже поздно. Назовите одного мужчину другой женщиной, вы уже получите конфликт. Сомкнутый круг какой-то. Да. Давай поговорим. Вот это плохо работает. Это вот никогда так не делайте. Иногда у каждого из нас возникают ситуации, когда нужно срочно занять деньги. Сделать это быстро и выгодно поможет партнер нашей программы Почта Банк. Теперь вы можете взять кредит на любые цели с гарантированной ставкой 5,9% годовых, без страховок, залога или поручителей. Оформить кредит можно прямо сейчас по ссылке в описании под этим видео. Одобрение кредита в день обращения в течение одной минуты. Совсем другой банк. Почта Банк. С вами Мариана Минскер. Здравствуйте. Нам надо поговорить о том, почему люди стали более агрессивными и почему конфликты возникают все чаще. Со мной в московской студии RTVI, президент Высшей школы методологии Андрей Курпатов. Андрей, здравствуйте. Спасибо, что нашли время, приехали к нам. Ну вот смотрите, в последнее время резко возросла агрессия в обществе. И понятно, что ковид, изоляция, удаленка и закрытые границы только добавляют масла в огонь, и люди становятся более напряженными, раздражительными, конфликтными, агрессивными. А почему так? Вот объясните механизм, как это работает? Значит, есть очень большой вопрос с пасковидным миром, да, и с тем, что вообще с нами происходит из-за того, что сработала эта пандемия, из-за того, что были введены соответствующие ограничения, изменился способ ведения бизнеса, способ работы и так далее. То есть на самом деле нам кажется, что мы говорим про какие-то частные вещи. Здесь маски, тут QR-коды, там удаленка, там еще что-то. А если посмотреть, чуть-чуть так подняться на этом, сейчас модно эти вот, которые поднимаются и снимают с высоты. Вот, да. Если посмотреть с квадрокоптера, то у нас реально происходит системное изменение жизни людей. Да, что будет сказываться и уже сказывается на институтах, которые, это образование, это отношения между людьми, это любовные отношения, это там религиозные, духовные, все вот институты сейчас начинают работать по-другому. А это изменения. Вот, когда мы говорим изменения, у вас какие внутренние ощущения от слова изменения? Ну, изменения-то, не дай вам Бог, жить в эпоху перемен, что называется. Да, это правда. Вот это очень точная китайская мудрость. И правда состоит в том, что мы чувствуем себя комфортно, когда адаптировались к каким-то обстоятельствам. Ситуация, при которой обстоятельства меняются, это значит, мы должны переживать адаптацию. Подстраиваться. Да, переживание и адаптация – это кризисы адаптации. Значит, кризисы адаптации – это что? Мои прежние модели не работают. Как по-новому, я еще не умею. Это вот все равно, что садиться за автомобиль, водить его, и каждый раз, чтобы педали находились на разных местах, и руль тоже, видимо, и какие-то другие переключатели. И это вызывает, конечно, очень выраженный стресс, но неосознаваемый. Вот нарушение динамических стереотипов, если говорить таким более научным, академическим языком, это основной фактор, вызывающий чувство тревоги. Если что-то изменилось, я должен мобилизоваться, пытаться понять, что происходит, адаптироваться и так далее. А тревога – это то, что делает нас, ощущая мы себя уязвимыми. А если мы себя ощущаем уязвимыми, то у нас сразу возникает ощущение, что врагов кругом много. Понятно, что раненый зверь значительно более агрессивен, чем зверь нераненый. И мы сейчас в каком-то смысле вот эти раненые звери, и мы начинаем врагов видеть просто… Везде, даже там, где их нет. Да. Откуда все эти бесконечные теории заговора, вот эти вот идеи чипирования. Сейчас уже, может, смешно относиться к этому, но изначально-то люди реально в невероятной тревоге. Как вакцину мне уколить, что со мной еще случится? Ну, то есть уровень тревоги был очень высокий. Почему? Потому что даже в вещах нейтральных начинаем подозревать угрозу, как будто бы у кого-то есть замысел, такая массовая паранойя. А паранойя такая, когда ты начинаешь думать, что другие люди… Вот общаетесь по человеку вот так, да, и что-то пошло не так, но вы всегда можете тон голоса сменить, там, я не знаю, что-то переключиться, там, кофе… Обнять подойти. А когда вы общаетесь в онлайне… Никак. Никак, вы не понимаете. И дальше ваш мозг начинает додумывать до другого человека очень много информации. Но мы 80% информации считываем невербально. Очевидно, что в Zoom количество информации, которое мы можем считать, меньше значительно, потому что невербальная информация выпадает. И нам сложно понять контекст, что именно человек хотел нам сказать и так далее. и мы начинаем думать, а может быть, он что-то против нас плохое задумал. И это не на уровне сознательных мыслей, да, а это вот это внутреннее вот такое ощущение, что вот как-то вот что-то вот не так, что-то не то, да. И дальше, когда вы всех начинаете подозревать, вы начинаете всех провоцировать, вы начинаете всех проверять, так сказать, и возникают доказательства, которые... А там же по ту сторону та же самая Петрушка, вы непонятные человеку, который... Сокнутый круг какой-то. Да. И вот эти даже уже есть большое количество исследований, проблем, которые Zoom вызывает, да, это и выгорание, и снижение концентрации внимания. Люди после Zoom с большей вероятностью попадают в дорожные... Эти вот в аварии, вот, почему? Потому что такая избыточная напряжённость из-за того, что нужно получать информацию, когда тебе её не дают естественным путём, и мозг наш, вот, он тревожит. И вот так в совокупности, шаг за шагом, вот это глобальное изменение нашей адаптации к этой новой жизни само по себе является стрессором. И в результате все ранены, все биты, вот, это очень плохо, потому что, как обычно, когда есть группа битых, группа небитых, там, по крайней мере, один другим могут помочь как-то. Здесь нету тех, кто помогает. И у нас всё меньше и меньше инструментов помощи людям, чтобы справиться и с тревогой, и вот с этой раздражительностью, и с нарастающими конфликтами. И это большая тема сейчас. Да, но с другой стороны, ведь конфликтность и конфликты, это же заложено в нас генетически, и терпеть, и молчать, это же плохо, это всем известно. Нужно как-то пар выпускать. Вот как правильно конфликтовать? Как правильно это делать? Такая вещь дискуссионная. Значит, ну, конечно, люди неизбежно с друг с другом конфликтуют. Вот. Если вы людей посадите в изолированное пространство и посмотрите, что с ними будет происходить, у них будет происходить конфликт. Почему? У этого есть биология. Биология так называемой внутривидовой агрессии, которая вырабатывается у нас друг на друга для того, чтобы мы не слишком дружили. Это кажется парадоксально. Парадоксально довольно, да. Но природе нужно, чтобы мы же расселялись, завоевывали новые ареалы обитания. Нужно, чтобы мы куда-то совершали экспансию. А если мы друг на дружку залезем, мило так, значит, это... То, в общем, там любой дождик, понимаете, ураган, и нету этого вида. При этом человек самый агрессивный из всех местных нам животных, да, потому что у нас агрессия, она внутривидовая. Мы можем миллионами людей уничтожать во время войн и так далее. При этом это агрессия, это, опять же, наша собственная уязвимость и так далее. И дальше мы друг с другом оказываемся, и мы можем начать испытывать раздражение просто потому, что человек рядом. И во время удаленки многие это почувствовали. Да. Вот, что просто человек, который находится... А по этому поводу сделаны десятки экспериментов. Мой первый учитель в психологии, Олег Николаевич Кузнецов, он как раз занимался адаптацией к непривычным условиям существования. У космонавтов, которые тогда готовились только к полетам в космос, еще никто там не был, и нужно было понять, как люди, запертые, значит, в этой... Абстанной банке, да. Вот, тогда она больше напоминала жестяную банку, эта ракета. Вот, как они будут друг с другом коммуницировать, оставшись, в общем, в этом. И это проблема. Мы начинаем испытывать эту агрессию там и так далее. Поэтому вот вопрос... Но есть еще вопрос конфликта. Это вот чуть другая история, да. То, что конфликт — это вопрос нахождения взаимоудовлетворяющих отношений, да. Потому что мы же все время находимся в каком-то обмене, да. Мы друг другу что-то все время даем, и мы что-то от другого человека ждем. Это касается любых межличностных отношений. Ну, если мы улыбнулись человеку, сказали, пожелали там хорошего дня, там еще что-то, а он не ответил, мы будем чувствовать себя фрустрированными, да, потому что у нас было ожидание, что он нам ответит. Значит, точно то же самое касается любой, там, сферы услуг. Мы ожидаем, что услуга будет оказана каким-то образом. Если она не оказана — нет. То есть дальше начинается восстановление этих потребностей и ожиданий, да. И сейчас это вообще стало супер просто, хотел сказать, модным, но это новая реальность, да. Вы едете на такси, вам предлагают поставить оценку водителя, но при этом вы можете даже не догадываться, что водитель в этот момент ставит... Ставит оценку вам. Вам, да. И это будет дальше развиваться все в большей и большей степени по мере вот этой такой специфической уберизации, потому что это способ получения социального рейтинга. Китай вводит социальный рейтинг средненаправленно, вот, а мы, вот, компании начинают создавать эти такие мини-социальные рейтинги, которые нас определяют и так далее. И вот сейчас мы находимся в конструкции, при которой у каждого есть какие-то ожидания от партнеров, от, там, коллег, от... Ну, от любого фактически, да, с кем ты взаимодействуешь, какие-то есть ожидания. К любому аспекту, да. Вот. И дальше удовлетворяем ли мы потребности? И они наши. И они наши. И вот проблема состоит в том, что сейчас мы разучиваемся быть, а, чуткими потребностями у других людей, б, удовлетворять их. Потому что все становятся более эгоцентричны. Все больше... Ну, люди перестали общаться, они общаются... С гаджетом. С гаджетом. Вот. Есть ощущение, что это общение, но на самом деле это совсем другое. Другие зоны мозга участвуют. Мы с вами сейчас разговариваем, у нас включена префронтальная кора, орбитно-фронтальная кора. Если бы вы смотрели мой инстаграм, то у вас работала бы височная доля. Вот. Ну, вообще... Разные вещи. Разные вещи, да. И сейчас вот это падение способности к проявлению эмпатии, способности к пониманию того, да, что такое вот theory of mind, этот термин знаменитый, который родился из изучения аутизма. Да? Ну, нам кажется, что это нормально, что мы про другого человека думаем. Но появление психической патологии, которая говорит нам, что может быть человек, который не способен в принципе думать, что человек напротив него обладает какими-то желаниями, своими собственными мыслями и так далее. А это именно так, да? Вот. Но у нас этот навык простраивания теории сознания другого человека, да, или там внутренний мир другого человека более понятным языком, да, мы его разучиваемся строить. Поэтому если мы говорим про людей более старшего поколения, там, бэби-бумеры, там, иксы, игреки, вот, это поколение, оно, конечно, сейчас испытывает вот эту просто атомизацию из-за нарастающей агрессии. Легче побыть одному. Все чаще слышишь, люди говорят, а мне легче одному, я вообще ненавижу людей, никого не хочу. Раньше, может, такие были, но, по крайней мере, было неловко говорить, потому что, ну... Не поймут. Другой был все общий тренд. А сейчас об этом говорят, говорят открыто и так далее. И это вот как раз говорит об этой атомизации. А чем мы больше друг от друга отсоединяемся, тем нам сложнее друг друга понять. Чем нам сложнее друг друга понять, тем, безусловно, мы будем конфликтовать. Проконфликтовать. Правила конфликтов. Как правильно? Есть же какие-то правила. Вот какие-то, давайте бытовые возьмем условия, я не знаю, таксист, пассажир. Какой-то произошел конфликт. Вот вступать, не вступать, молчать и потом переживать весь день и рассказывать об этом кому-то друзьям. Или отвечать. Да. Значит, во-первых, нужно понимать, что сейчас сложно конфликтовать, потому что все на взводе, уровень агрессии очень высокий, и вероятность того, что это будет вспыхивать и превращаться в действительно мощный конфликт, это очень рискованное мероприятие. Поэтому задача первая, это научиться справляться с собственной агрессией, которая у вас возникает в момент, когда ваша потребность, говоря по-научному, фрустрирована. То есть вы хотели, чтобы вам обслуживали любезно вас, а вас обслуживают нелюбезно. Значит, ваша потребность фрустрирована, вы находитесь в агрессии. Первое, что мы должны научиться, мы должны научиться справляться с этим внутренним дискомфортом. Как это сделать? Я здесь не расскажу вам, Америке не открою, мышечная релаксация, дыхание, умение переключаться на, как сказать, реальные стимулы с этой внутренней, своей собственной жевачкой. То есть как только чувствуешь, что вот оно подступает, накатывает эта волна, это же какая-то минутка, или даже секунды, потому что когда тебя захлестнет, уже поздно, ты уже не можешь думать. То есть нужно подышать, это вот все, посчитать до 10, все вот эти вот прислаблые... Я считаю, что надо просто вот считать, бесконечно считать. Ну вот, мы сейчас живем в мире, когда просто очень много стрессовых факторов, и это не вопрос того, что вы должны это в моменте делать. Если уже случилась провокация, сработал триггер, у вас пошли защитные реакции, там и так далее, ну как бы вы можете просто выйти из этого конфликта, и тогда действительно подышать, посчитать, значит, добиться мышечной релаксации и так далее. Вот, но в целом, вот это сейчас очень важно, профилактика вот этого своего состояния. Понимать, что другие люди могут быть агрессивны, неадекватны, нелюбезны и так далее. Мы должны сейчас быть внутренне готовы к тому, что люди не будут смайл, не будут... Кайдли. Да, и в общем, от них можно сейчас ожидать все, что угодно. Это не потому, что они плохие, это потому, что очень непростая жизнь и очень сложно, много вводных, да? Поэтому это первое. Второе. Значит, если вы чувствуете, что в конфликте вас захлестнули чувства, вам нужно выходить максимально, скорее прекращать коммуникацию. Потому что если они у вас идут, вы уже не контролируете то, что вы говорите, и дальше вы провоцируете своим эмоциональным запалом другого человека, да? И как семейные ссоры сейчас возникают, они просто по этому... Один что-то сказал, другой сказал, и вот только ему эмоции забрежило, и все, они больше не обсуждают. Поэтому если возникла конфликтная ситуация, при которой вас захлестывают чувства, единственный правильный способ ее решения выйти из ситуации конфликта. Значит, следующее. Для того, чтобы минимизировать вот это все хозяйство, надо очень четко думать про то, что этот человек хочет и что ему нужно. Потому что иногда в бытовой ссоре речь касается реально небольшого вопроса. Даже вот в сфере услуг, на работе и так далее. Вполне возможно, обсуждается очень маленький вопрос. Значит, но мы начинаем к этому вопросу пристегивать все, что мы, значит... Думаем об этом человеке. Думаем об этом человеке, о жизни, о том, как с нами поступали еще другие люди сто лет назад, там и так далее. И мы таким образом уходим из обсуждения конкретной темы, конкретного вопроса, обсуждения всего на свете, вот этой абсолютизации, которая, ну, она неконструктивна, и вы точно ничего не решите. Поэтому вы всегда должны понять, какую проблему решает человек сейчас, какую проблему вы сейчас решаете. Вот все время уметь четко определять конкретные потребности, да, конкретные цели людей в коммуникации. И вот у вас начинается конфликт какой-то, да, началось напряжение. Вы должны сами себе задать вопрос, я сейчас какую задачу решаю. Вот до тех пор, пока вы не поняли, вы будете неконструктивны в конфликте. После этого попробуйте понять, что хочет другой человек, да. В целом, мы же очень редко спрашиваем других людей, а чего бы им хотелось, а как бы это должно было выглядеть, а что было бы лучшим решением вопроса. И вы таким образом, человек сам в этот момент, он же вторая сторона конфликта находится в точно такой же свечке, как и вы. Сейчас из нее возгорится пламя, так сказать. И задача состоит в том, чтобы вы ему дали инструменты выхода из конфликта. То есть просто помолчать, выслушать другую сторону, как вариант. Даже лучше поспрашивать. Вот, потому что если она начнет заводиться, это другая сторона, вас потом будет, ну, это вас спровоцирует, вам сложнее будет, да. Поэтому, а, профилактика, да, мы понимаем, что у нас могут быть конфликты на любом месте. Вот не удивляйтесь возникновению конфликтов. Просто примите как факт. Жизнь стала такой, что люди могут, ну, как бы, вести себя не вполне адекватно. Это уже профилактика. Значит, после того, как у вас это начинается. Если вы поняли, что вы эмоционально, вас вывело сразу это из себя, такое бывает, да, то есть ты вообще просто не ожидал, не шел, ничего, вдруг что-то происходит, и ты думаешь, ну, вот это все. Значит, это максимально выйти из конфликта. Это вот не... Если пропустил момент рационализации конфликта, уходи из конфликта. После того, как вы поняли, что вы еще в разуме, да, и вас эмоции не застилают глаза, значит, ваша задача – задать себе вопрос, что вы хотите конкретно сейчас здесь, да? И дальше дайте другому человеку возможность осознать, что он хочет здесь сейчас. И наводящими вопросами, предложениями, самое вот это «давай поговорим» вот это плохо работает. Это вот никогда так не делайте. Потому что «давай поговорим» – это все ощущение, что сейчас вот точно будет выволочка какая-то, да? А как надо? Ну, есть конкретные ситуации, в которых вы задаете конкретные вопросы. Ну, там, я не знаю, ты там с кем-то встречался, о чем-то с ним говорил, а почему именно про это вы говорили? Или там, а что было важно, что было интересно? Нужно не пытаться получить объяснение, то, что объяснение всегда ложное. Мы всегда... Объяснение – это нарратив, который создается для того, чтобы оправдать самих себя. Даже если мы этого не осознаем, мы так делаем. Но вы всегда можете в конкретной ситуации получить дополнительные факты, спросить человека о каких-то деталях, обстоятельствах. Не пытаться сравнить мой нарратив и нарратив там партнера, сотрудника, ну, коллеги, там, или еще что-то. Потому что они всегда будут неконкурентными, да? С исключением редких случаев. Когда мы оба заинтересованы в общей цели, тогда наши нарративы могут совпадать. Поэтому задача состоит в том, чтобы не вызывать человека на обсуждение его объяснений, моих объяснений. Это будет неконструктивно. Задача состоит в том, что дать возможность отрефлексировать ему самому, что с ним происходит. Ты сегодня раздраженный какой-то, что случилось, чем могу помочь? Звучит не как обвинение, да? Звучит как желание помочь, там, и так далее, да? Или что-то, там, ты грустная сегодня. Девушка может воспринять это как обвинение тоже, да? Но тоже же можно сформулировать, сказать, какой грустный взгляд. Значит, куда смотрим, что там видно, вот. И уже как бы по-другому ты себя ощущаешь, да? Поэтому вот задача, она, конечно, в том, чтобы лучше осознавать и помогать партнёру осознавать, что с ним происходит. Вернусь на секунду, ко второй вот этой стадии, когда эмоции захлестнули, получился конфликт, но хватило ума выйти. Допустим, ушёл, хлопнул дверь или не хлопнул, просто ушёл из дома. Так вот эти чувства, которые меня переполняют, мне же надо донести до второго человека, мне же нужно рассказать о том, что меня переполняет, да? О том, что надо же, чтобы он узнал, что я ему хотела сказать. Вот ты начинаешь в себе это всё крутить, заводишься. Как с этим быть? Значит, во-первых, нужен лучший способ прекратить ненужную психическую активность, это осознать её бессмысленность. Это легко сказать. Да, это на самом деле. Значит, в этих наших внутренних монологах мы пытаемся изменить другого человека. То есть мы говорим, чтобы в идеале он, значит, всё понял, всё осознал, вообще всю жизнь ничего не понимал, тут он вдруг, значит, превратился во всё понимающего. Значит, учёл наши интересы. Он всю жизнь не учитывал, вообще не был в курсе, а тут он должен... Значит, надо понимать, что вот эта игра ума, которая у нас возникает после вот такого неразрешённого конфликта, она связана с попытками изменить другую сторону. То есть вот вы очень делаете осмысленные действия. Берёте, уходите в сторону и мы будем начинать мыслительно, видимо, обладая способностью... Доносить мысли на расстоянии. Доносить мысли на расстоянии. И более того, программировать людей на расстоянии, вы его перекодируете, как тот специалист на сервере, понимаете, перекодирует программное обеспечение. Нет, это... Важно очень осознать бессмысленность вот этого действия. Нам нужно исходить из того, что реальность, она такова, какова она есть. И даже если она немного разочаровывающая, и даже если она сильно разочаровывающая, лучше её всю максимально для себя сделать явной, очевидной, там и так далее. Ну, очевидно. Мы попробовали такую форму коммуникации. Не работает. Мы попытались донести свои интересы. Не было интереса к нашим интересам. Такое может быть. Значит, и дальше вот просто пункт по пункту. И после того, как вы лишаетесь вот этой психологической иллюзии, что вы всё-таки можете пробить стену непонимания и, значит, изменить другого... Проблема же не в стене, не понимая. А в чём? Человек другой. Он по-другому думает. И то, что вы пройдёте сквозь стену, вы там обнаружите человека, который так не думает, не видит. Ему это вообще всё вполне возможно до лампочки. И вот это желание донести свои чувства, свои... Вот моя любимая сказка «Свинопас». Её потому, что можно в любых случаях использовать. У меня много, но вот... Значит, вот он и посылает розу, посылает соловья, там, всё. Он же что? Он же ей пытается донести, как вот прекрасен мир, как он своими руками всё это, вот это всё, и прямо от сердца к сердцу ни одна, ни один соловей не пел так прекрасно, как это. Всё логично, да? Да. Девушки, неинтересные, у неё, может, аллергия на цветы, ну, как бы, соловьи её раздражают, там, и так далее. Ну, и вообще, она по натуре инженер, ей нравится всё, что... Да? И вот, что он пытался сделать? Он пытался изменить её. Она должна была стать той прекрасной романтической дурочкой, через которую в восторге отрос и соловьёк. А она такая девушка оказалась очень IT-продвинутая, понимаете, нужно всё, чтобы работало там прагматично и так далее. А как он должен был? Он же своими методами, своими способами, которыми он умеет, он пытался донести до неё, что он её любит. Да. Она не... Да, он... А как он должен был? Вот, поэтому я говорю. Откатываемся назад и фиксируем факты. Девушке посылаем розу, посылаем соловья. На девушку инспекта не производят. Из этого можно сделать предположение. что, наверное, розы и соловьи не то же... И он это сделал. Но он начал мстить вместо того, чтобы просто сделать счастливую жизнь у них. Мстил в конфликте за то, что она не соответствует его ожиданиям. Что вот она должна быть такой, какой он хочет её видеть. Почему она должна... Ты иди-то а другую ищи. Зачем вот портил там это всё? Невонятно. Ты испортил. Девушку выгнали потом. Стив Возняк, так сказать, остался, можно сказать, у нас без неудел, без крова. Я шучу, но это правда. Наши ожидания от других людей часто есть. Нам кажется, что очень хорошо, если они поймут наш посыл. Но правда, на самом деле, состоит в том, что вполне возможно, им этот посыл не нужен. они другие. И мы должны же, если мы любим человека, если мы ценим человека, мы же должны то, что для него важно, улучшать и всячески воздействовать. А если я зачарован, так может, это и не было любовью? Да. Вот хочу с вами обсудить последние громкие истории. Вот недавно была история кинокритика Егора Беликова, который абьюзил и физическое насилие применял к своей девушке и не к одной, как это выяснилось. А до этого были другие громкие скандалы и с актером Маратом Башаровым, который бил своих жен и к футболистам Аршавиным и с блогером Давы. Это только из известных людей, мы говорим. Вот они агрессию проявляют только к физически более слабым, то есть по отношению к женщинам, но которые, понятно, что физически слабее их. Или к мужчинам, к равным себе физически. Они тоже готовы проявлять такую же агрессию, такое же поведение. Ну вот на самом деле мы зашли на очень скользкий лёд. Есть вообще то, что мы называем воспитанием. То есть у нас есть некие представления о том, как необходимо вести себя в обществе. И вопрос воспитания это вещь, которую нужно просто понимать. Если ты вступаешь в отношения с человеком, который не воспитан, ну в целом ты подписываешься на дальнейшее взаимодействие взаимодействие с невоспитанным человеком. Ну как бы это же всегда обоюдное, там же никого не украли, все всё время говорят, ну уже отношения, как не брось, а как вы вступили-то в них? Ну так они, может быть, не понимали? Это же сразу непонятно, не всегда понятно. Так может быть, сразу не надо торопиться. Но на самом деле очень важно понимать, это же вопрос просто культуры. И есть люди разной культуры, для которых, ну там, лупить, бить, это нормально. Ну то есть огромное количество людей воспитывалось в семьях, в которых отцы любили матерей, матери убивали отцов. Ну то есть у нас супружеских убийств больше, там 57 процентов из числа всех супружеские убийства. Если у вас есть риск помирения, то вы, скорее всего, погибнете ну, я иронизирую, но статистически больше вероятности это будет ваша вторая половина. Вот, поэтому, ну как бы, ну и есть вот эти паттерны, есть это воспитание, и есть для кого это норма. Вот это первое, что нужно понять. Ну как бы, вы же всегда, ну определяете свой социальный круг, вы определяете людей, кто для вас по воспитанию как бы так или не так, там, и так далее. Это очень важно. Это вот вопрос осознанности, в отношениях, да. Потому что, когда уже появилась жертва, уже как бы понятно, кто виноват. А если понятно, кто виноват, дальше вы будете заниматься только тем, что вы будете, ну, добиваться такой, как бы, справедливости, наказывать и так далее. Вы этим ничего не решаете. Никто не поможет. Ну как бы, вот если мы хотим конструктивного какого-то решения этой проблемы, да, не ходить с лозунгами, смерть абьюзером, там, и так далее, и так далее, и так далее. Но мы должны же, наверное, разобраться, в чем происходит, что такое происходит в отношениях, что любящие друг с другом люди в какой-то момент становятся в отношениях... Врагами. Врагами. Значит, и здесь, ну, конечно, легко сказать, кто... Это как в детский сад, мне на очень, например, вот ты первый ударил, ты и виноват. Но это не всегда так. Это не всегда так. Потому что, на самом деле, за этим может стоять, ну, много всего, да. Во-первых, женщины, они прекрасно это знают. Они способны мужчин доводить до самых разных состояний. Они их способны доводить до состояния счастья и на седьмое небо отправлять их. И они могут точно так же заставлять этих мужчин чувствовать себя никчемными, неловкими, несоответствующими ожиданиями, там, и так далее. Могут, это правда. А мужчина тоже может, женщину так же психологический абьюз никто не отменял. Я про что и говорю. Значит, соответственно, женщина даже иногда не понимает, что она, по сути дела, воспроизводит какие-то материнские модели. Она вот... Тюкает. Ну, мальчиков мамы воспитывают, не отцы. Вот. И мамы как воспитывают? Они воспитывают. Ты плохо провинился, я на тебя обиделась, ты мне не нравишься, я... То есть это же всегда очень такие... И это очень серьезные такие болевые центры, по которым девушка, женщина может бить, совершенно даже не осознавая этого. Ну, и потом, в какой-то момент, если тебя долго бьют по каким-то твоим болевым центрам, и ты проявляешь агрессию, это что такое? Абьюз? Сказать, что есть психологический абьюз и физический абьюз, ну, значит, соответственно, мы уже лишились всех формулировок, а слово абьюз можно убрать, и можно сказать, что в отношениях между людьми плохо. Почему? Потому что они друг друга делают несчастными своим поведением. Почему все начинают сразу... Вот это... Ну, раз он тебя бьет, уходи от него. Ну, почему вы вместо уходи от него начинаете? А как? Ну, вы же строите эти отношения. Вы входите в эти отношения. Ощущение, что, знаете, вот их усыпили, они зашли в ЗАГС, им там вкололи это снотворное, да, и, значит, через пять лет их, значит, пробудили и сказали, ну, вот теперь принимайте решение. Ну, нет же, эти же пять лет были. Да, но если уже так случилось, вот как-то они прошли неосознанные эти пять лет, а потом так случилось, что вот он ее бьет, ну, конечно, надо уходить, разве нет? Надо бежать. Я вообще, я не могу давать никаких рекомендаций абстрактным людям. я просто говорю, что мы становимся заложниками красивых, очень понятных, по ощущению, очень понятных слов, вот абьюз. Абьюз. Что абьюз? Кого абьюз? Зачем абьюз? Почему абьюз? Что ты делал с Шашавиным? У меня вопрос. Ну, как бы, вот просто, ну, как ты там оказалась? Я не знаю, был ли там абьюз или не был, я вообще не понимаю, что такое абьюз. Но мне кажется, мы должны как-то начать думать про то, что происходит на самом деле, а не находить способов маркировать все, лишая вообще всю ситуацию разрешима. Просто дальнейшая тактика сейчас у нас в Европе, ну, в скандинавских странах там, Дании, например, Швеции, более 50% людей одиноки и бездетны. И это у нас 37, что ли, процентов. И это все будет расти. Вот если мы вместо того, чтобы пытаться разобраться в том, что происходит, будем бегать, значит, с новыми этими бодипозитив, боди-шейминг, это какой-то сексизм и так далее, уже вообще непонятно, что происходит. Ну, то есть, это куча вот таких обзывательств, потому что на самом деле, если вы какого-то человека называете абьюзером, потому что вам так показалось, вы его оскорбили. Так же? Нет, если вам так оказалось, это одна история. А если уже применяется действительно там абьюз, психическое унижение, психологическое и физическое насилие? Вы свидетель? Или кто-то написал в этом, в инстаграме «Боже, боже, меня за абьюзерней». Нет, это надо очень осторожно. Это как, понимаете, стать психиатрический диагноз по этому, как его, по отзывам Если уже есть доказательства, то о чем же тут говорить? Что доказательства? Как это доказывается? Не знаю, синяки там, а какие нужны доказательства? Тогда это называется уголовное преступление. Или административное. Я небольшой специалист. Да. Но вот надо понимать, что когда мы начинаем думать, что мы знаем, что является доказательством, что не является, что является достаточным доказательством, что является недостаточным доказательством. Я просто пытаюсь объяснить, что как только вы все упрощаете, не вы, а люди, до каких-то вот этих мемов, вы просто лишаетесь возможности к преодолению каких-либо конфликтов. Вы рождаете Понимаете, вот как родить конфликт между людьми? Понимаете, назовите одного мужчину другой женщины, вы уже получите конфликт. Назовите одного англичанина другому немцев, вы уже получите конфликт. Назовите одного белым, другим черным, вы уже получите конфликт. Когда вы продуцируете все больше и больше количество мемов, разделяющих людей на абьюзеров и жертв абьюзов, на боди-шиммеров и боди-позитивщиков, на экологическая повестка, вы все время порождаете. И мне очень странна просто конструкция, если они за мир и за все хорошее, зачем они начинают обзываться? Понимаете, да, про что я говорю? Если людям действительно важно, чтобы в жизни других людей все становилось лучше, чтобы было меньше страдания, чтобы было больше любви, почему они обзываются? Да. Ну, это же так? Это так. И это свидетельствует о том, что это на самом деле все живут со своими собственными комплексами, и они ищут себе оправдания. И дальше они находят какое-нибудь слово, которое, как кажется, кого-то наказывает, а кого-то оправдывает, и дальше это превращается просто... Ну, это реально... Мы таким образом разрушаем ткань взаимодействий. Невозможно. Понимаете, вот я вам скажу. Мужчина оставил синяки женщине. Одно утверждение. Второе утверждение. Мужчина – абьюзер. Так. Он не синяки мог оставить, понимаете, доставая из пожара. Вот. А абьюзер вы уже никогда не... Не отмойтесь, да? Но ведь психологическое насилие существует, и абьюз существует, и таких пар тоже, таких людей, к сожалению, очень много, если это... Я не знаю этого, я не знаю. То есть вы вообще отрицаете, получается? Нет, ну вот у меня сейчас есть вот курс, мы с вами говорили, мужчины и женщины, онлайн-курс. Ну, как бы, вот ко мне приходят пары, у которых конфликтные отношения. Всегда. Ну, зачем бы они приходили? Ну да. Вот. У них там на грани, может быть, развода там или еще что-то. И вот я с ними разговариваю. Вот. Как вы думаете, я ищу абьюзера и жертву? Нет, конечно, вы как психолог пытаетесь услышать каждую из сторон. Так. И что получается в результате? Ну, какая-то общая картина, что наверняка вы сейчас скажете, что виноваты оба, конечно. Нет. Но в конфликте виноваты всегда две стороны. Это тоже странная формулировка. Виноваты. А виноваты, если умысел был. То есть вот у меня есть умысел другого человека довести до, значит, до... До белого коленя. До белого коленя. У кого-то, кстати, он и есть умысел. Да, это есть такие душевные... психопаты, это душевное расстройство, их надо лечить, проявить к ним сострадание. Вот. Но обычно люди доводят друг друга до белого коленя не потому, что у них есть задача довести до меня. А почему? Не потому, что... А потому, что они не умеют разговаривать, а потому, что для них не важно, что чувствует партнер, то, что на самом деле, может, у них нет отношений. Может быть, они живут с воображаемым героем в своей голове. Может быть, они хотят, чтобы их партнер изменился, а он, ну, такой, какой он есть. И, ну, там, я не знаю, изменился, там, я не знаю, стал из любителя футбола, превратился в любителя этого... Страдивария. Погонения. И так далее. Ну, ладно, но все равно есть статистика, да, есть фонд, там, насилию нет, и куча реальных историй. Я очень за. Ну, вот, значит, юридически, если это вопросы, связанные с насилием, значит, это вопрос, который должны решать соответствующие органы. У нас есть органы правопорядка. Вы тоже прекрасно знаете, что эти органы скажут, вот убьют, тогда придете. Вы сейчас меня спрашиваете же, вы сейчас хотите у меня узнать, что плохо в мире устроено? Или вы хотите услышать, что я, как специалист, который занимается конфликтами, проблемами у людей, там, и так далее, что я думаю по поводу, да, могут быть любая социальная инициатива. Если женщине некуда, ну, действительно, там, муж пьяный, бьет ее, там, и так далее, и ей надо убежать, и так далее, я очень поддерживаю любую инициативу, которая такой женщине поможет. И так далее, и там, я сам работал в детском приюте, ну, слушайте, ну, как бы, я про насилие знаю, так мало кому покажется. Но я вам точно всегда скажу, значит, если там реальное насилие, вы никакой общественной транспаранции не поможете. Ну, может, это как превентивные меры, это как профилактика для кого-то. Это просто способ проявить собственную агрессию и темноту, понимаете, непонимание того, что происходит на самом деле, и желание, значит, ну, изобразить из себя этого Рубин Гуда, понимаете, не вполне осознавая, что ты делаешь. Вот. И я против идеологии, которая создает дополнительные способы ссорить людей, множить несправедливость, увеличивать количество жертв. Потому что это... Это не согласно. Ну, вот я вам должен сказать, что я не... у меня нет такой статистики, но я вам точно могу сказать, что с появлением слова «абьюзер» количество женщин, физически пострадавших, увеличилось. Почему? Потому что они стали говорить это своим мужьям, а те так не считают. И стали делать то, в чем их, собственно, обьюзер. А разве это не доказывает то, что они действительно... Так это не вопрос. Вы меня услышите. Если вы кого-то обзываете, вы можете использовать другое слово. Я вам могу сказать несколько. Я в армии служил много лет, там есть несколько слов, которыми вы можете... Нас вырежут тут из нашей программы. Вот. И вы можете сказать человеку, и он вас побьет. Ну, как бы, и что? Но зато я знаю, что ты... И он тебя побил. Ну, как бы... Ну, нет. Ну, разве это нормальное поведение? Я, допустим, я вам скажу какое-то слово. Вы меня будете бить, но нет. Поэтому я же говорил... И я тоже не буду бить никого. Мы сначала подняли с вами вопрос про воспитание. Да. Вот. С этого мы начали. Это главное. Это правда. Это, ну, как бы... Нет. Вот здесь надо разделять. Да? Значит, вот есть вопрос воспитания. Но вот сейчас кажется, что это воспитано кого-то обвинить просто потому, что у вас такое мнение, что это психологическое давление. Значит, психологическое давление должно иметь цель. Понимаете? Если вы стали жертвой мошенника... Так он, может, самоутверждается за счет вас. Это называется... Он не осознает этого. Правильно? Ну, так и что? Значит, можно... Если он не осознает этого, значит, он не имеет цели сделать вам дискомфорт. Это его оправдывает? Нет. А при чем тут оправдывает? Нет. Значит, можно продолжать? Нет. Нет. Ну, хорошо. Не имеет цели. Нет. Мы сейчас обсуждаем, когда речь идет об отношениях, в которых есть все плохо. Так. Их надо чинить. Так. Вот. Или там прекращать, или еще что-то. Ну, как бы... Но как только у нас появилось слово, которым вы обвиняете другого человека, вы предполагаете, что у него есть мотив. Действует... Мотива нет. А мотива нету. И вот... И когда вы... И он не услышит вас. Понимаете? Если бы вы раскрыли... Это да. Если бы вы его раскрыли, у него был мотив, и вы вскрыли его. Сказали, ах ты такой, ты же хочешь оказать у меня психологическое давление. Но другая была бы развязка. Понимаете? Ну, да. И вот... Но мы... Нам так нравится все упростить, на все повесить ярлыки. Да, ярлыки вешать не надо. Согласна. И после этого мы не понимаем, что это и есть пассивно-агрессивное поведение, которое точно так же неосознаваемо приводит к тому, что страдают все. И это важно. Это важно. Это важно. Просто я вот к чему это спрашиваю. Часто жертва абьюза или жертва домашнего насилия себя винит. Что я истерила. Я сама дала повод. Я не вовремя зашла, не вовремя спросила. Может быть, даже первая ударила. Знаете, вот сейчас недавно в Нью-Йорке была очень громкая история. И наши коллеги в Нью-Йоркской студии делали расследование. Расследование, репортаж об исчезновении. Потом убийстве, как выяснилось, 22-летней прекрасной девушки Габи Петита. Ее бойфренд это совершил. Потом покончил самоубийством в жизни. И там была какая-то ситуация. Они поехали путешествовать по Америке в фургончике. И все было нормально сначала. А потом какие-то свидетели видели, как мужчина ударил девушку. Вызвали полицию. Полиция приехала там через секунду. И выяснилось, что она сказала, нет-нет, я сама виновата. Я первая. Мы поругались, и я его ударила первой. Но он ее ударил тоже. Ну и спустя неделю ее не стало. Вот это к вопросу сама виновата, сама довела. Знаете, ну, я вам честно скажу, я людей, которые считают себя реально виноватыми в том, что они что-то сделали неправильное, вижу очень мало. Или у них клиническая депрессия, это свойственно. Правда? Да. Разве женщина не думает, что нет-нет, я не пойду в полицию, это я, наверное, я его довела, это я виновата. Или он их так внушает? Они не пойдут в полицию, потому что им страшно. Потому что они пойдут, потому что они боятся, что им не окажут помощи. А будет только хуже. А будет только хуже. Им страшно, что если они пойдут в полицию, то они не восстановят отношения. Потому что муж им не простит этого. А они не готовы начать самостоятельную жизнь без этого человека. Значит, и реально это страх. А то, что я себе объясняю, ну, может, это я сама. Это просто я оправдываю свой страх, иррациональный, ну, как бы абсолютно понятный в его природу. Он возникает сам по себе и так далее. Люди не считают себя виноватыми. Это мы так устроены. Мы всегда найдем себе оправдание. Всегда. Все. Вот. И вот надо же понимать правду про человеческую природу. И тогда многое становится очевидно. Не прятать. Ну, история. Значит, он ударил ее, она ударила его, он это. Потом она умерла, он покончил с собой. Ну, вот эта история красивая, ее, знаете, надо кино снять. Сняли уже. Вот, прекрасно. Вот кино – это художественный вымысел. Нет, репортаж сняли. Вот. А когда снимают репортаж, это куча мнений, представлений и так далее. Сами люди не были в этой ситуации. Они вообще не понимают, про что они говорят. И вот это вся, как бы сказать, превращение в нарративы. Ведь вполне важно, что она им сова первой ударила, и он ее ударил. И убил. Да, его убил. И да, и сам покончил с собой. Да. А какие причины следственной связи? Вы их устанавливаете? Ну, вот наши коллеги, они проехали прямо по следам. Мы разговаривали со многими людьми, которые видели. Вот я очень рекомендую всем, кто хочет понимать поведение человека, изучать соответствующую правду, да, которая есть в научных исследованиях, которая есть в учебниках по психологии там и так далее. Понимаете, вот мы, это называется в свое время, в 77-м году Лерос опубликовал, это была самая цитируемая научная статья по социальной психологии, называется «Интуитивный психолог и его ошибки», где он описал феномен фундаментальной ошибки атрибуции. Значит, и суть его состоит в том, что мы с вами все время вкладываем в социальные ситуации свои собственные тараканы, убеждения, идеалы и так далее, свое собственное видение. И мы думаем, что если нам так кажется, то так и есть. И справиться с этим когнитивным, скажи, невозможно. Но мы должны понимать, что все 150 раз сложнее и в очень много раз проще, чем даст вам любое такое расследование, такой репортаж. Такой красивый складывается нарратив. Абьюзер, она сама себя считает виноватой. И мы разбираем, и абьюзер, что-то не то, непонятно что. И не считал себя виноватой. И психологический абьюзер, такой абьюзер. И мы как-то начинаем раскладывать, и там ничего нету. Но есть неумение строить отношения. И есть неумение отсутствия любви. Очень важные составляющие. Ну, то есть, когда мне говорят про абьюз, я думаю, что там нет любви. А что они вместе делают? Ну, у нас из партии не исключают больше, если вы разводитесь. И, ну, вот это те вопросы, на которые нам самим себе отвечать неловко, потому что тут же надо как-то действительно все так взвесить и посмотреть. Красиво лучше. У меня все мужики были абьюзеры. А мужчины скажут, а у меня все были меркантильные, пассивно-агрессивные истерички. И все, и все, они замечательно разошлись. И все, их жизнь наладилась. От этого точно лучше не будет. И надо понимать, что женщины должны понимать, что они громче всех звучат в социальных сетях и так далее. Потому что, во-первых, а, у них лучше с языком. В среднем женщины лучше владеют языком, чем мужчины. Второе. Они готовы говорить о психологических проблемах. Третье. Значит, они готовы признавать себя слабыми. Значит, и это создает это орущее, движущееся движение, которое нормальных мужчин превращает в жены ненавистников. Ой. Это я... Нет, ну это правда. Ну а как? Если появляется огромное вот это... Потому что мужчины не высказывают. Ну а что они будут писать? Вы сами... Ну, по-разному бывает, бывает, пишут. Да нет, вы просто в процентном соотношении. Ну, меньше, да. Ну да, вы просто возьмите любую социальную сеть, любую активность, и вы увидите, что женщины просто громче. Да, я не спорю. Да. По содержанию они более психологически ярче. Потому что мужчины вообще у них... Они правополушарные, им вообще непонятно, что они там чувствуют. Им надо 10 раз объяснить. Знаешь, это было вот это чувство, чтобы ты был в курсе. О-о-о, это уже хорошо для них. И дальше они видят, что их обвиняют, что их подозревают, что им угрожают. Ну, мы на самом деле сами создаем конфликты в обществе. Ну, с чего мы и начали. И те, кто рассказывает, что он с ними борется, зачастую является провокатором конфликтов. Хорошо. И резюме в заключении. Еще раз, может быть, провокация агрессии. Как справиться с собственной агрессией, когда ты понимаешь, что вот она накатывает, и как не быть жертвой агрессора? Не взаимодействовать с агрессорами. Вот. Ну, у меня нет другого объяснения. Ну, как бы... И изучать навыки самообороны. Ну, вот, какие есть способы. Значит, дальше... Как самому справиться с возрастающей агрессией? Если вы чувствуете собственную агрессивность, вы должны понимать, что вы нуждаетесь в помощи. Вот, если вас колотится изнутри, если вы... Ну, вот, вы должны понимать, что вы нуждаетесь в помощи. Вот до тех пор, пока агрессор... Ну, не агрессор. Господи, вот это тоже слова. Значит, до тех пор, пока вы, испытывая агрессию, не понимаете... Ну, то есть вы можете испытывать чувство стыда, стыда за свою агрессию. Да, вам может быть неприятно, что вы так себя ведете. Вот, там, я не знаю, еще что-то. Но вы должны понимать, что вы нуждаетесь в помощи. Вы должны себя пожалеть. Это помощь самому себе. Ну, вы пожалеете себя. Ну, да, у вас там не удовлетворились какие-то ваши потребности. Да, вы не получили того, чего хотели. Ну, пожалеете себя. Ну, вот, это же... Это очень простое решение. Но оно не позволит вам впадать в негодование. И вот, вообще, надо увеличивать количество какое-то сочувствия столько людям. И к самим себе. Ни сальмолебованием и ни защитой. Вы ни от кого не защититесь. Мы живем в прозрачном мире, в котором вообще все стало... Уже никакой, ни от кого нельзя защититься. Понимаете? Мы везде. Кибербуллинг, личные данные, тайны переписки и так далее. Мы живем в мире, в котором невозможно... Поэтому единственное, что мы можем делать, это проявлять просто большее сочувствие. Мы всегда, наверное, думаем, когда мы в агрессии, что мы благородные чувства. Ну, если мы про свою... Да, праведный гнив. Я же не просто так. Ты просто не слышишь меня. Или там... Я не просто... Они же действительно, суки, надеть. Ну, как бы... Ну, все же, все, да? И просто понять, что... Вы здесь адвокатом дьявола являетесь. Не может быть агрессия праведной. Профилактика агрессии. Да. Я думаю, что надо, прежде всего, научиться меньше бояться. Вот чем меньше вы боитесь, тем менее агрессивными вы будете. Потому что агрессия – это признак того, что вас что-то стремает. Если вы можете не бояться, если можете быть открытой, свободной. И вот, вот... Если у вас есть это внутри, ну, зачем вам агрессия? На кого? В связи с чем? Уверенность какая-то, что ли, да? Да. Да. И вот это какое-то внутреннее ощущение... Ну, это твоя жизнь. Я ее... Ну, твоя, в смысле, моя. Я ее живу. И это для меня важно и ценно. А агрессия будет делать ей плохо. Вот она... И это начнет менять этот тренд. Потому что пока тренд, ну, он прямо... Если кто... Где-то агрессии, все сразу, как счастливые бандерлоги, понимаете, смотрят, боже, что же там показывают, там кого-то опять мутелят. Ну, куда это? Спасибо большое, Андрей. Спасибо вам. Это был Андрей Курпатов и Марьяна Минскер. Всем любви и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok